Сделать первый взнос и мгновенно обогатиться предлагают казахстанцам. Необычная схема котел или черная касса набирает популярность в сети. Комбинаторы уверяют, что никуда не вкладывают деньги, но при этом обещают не менее баснословные проценты. Игра работает по налаженной схеме. Чем больше доверчивых граждан заманишь, тем быстрее получишь прибыль. Вложив всего 14 300 тенге, можно заработать в 8 раз больше. В эту игру меня пригласила двоюродная сестра. Она сказала, что смогла на этом заработать. И я тоже решила попробовать. Почему бы и нет? Вложилась. Условия были такими, что нужно было привезти с собой несколько человек, которые скинут тебе деньги. Ты их забираешь и выходишь из игры. А люди остаются и приглашают других участников. И также получают деньги. Но мне не удалось найти никого, кто решил бы стать участником и вложить свои деньги. Тем более, что в сетях уже пошла рассылка о том, что это мошенничество. И люди стали опасаться. Никто не верит в эту систему. В итоге я просто попросила сестру вернуть мне деньги. Хорошо, что я доверилась своей сестре, а не постороннему человеку. И она вернула мне всю сумму. Щедрые проценты – главный признак финансовой пирамиды. Вкладываться в черную кассу опасно, предупреждают полицейские. И напоминают, что за создание и руководство пирамидой предусмотрено уголовное наказание. До 10 лет с конфискацией имущества. Естественно, сейчас первый кто-то эти деньги, конечно же, получает. Обычно эти истории выставляются на показ, что вот был человек, он сейчас деньги получил. Поэтому чем быстрее вы вложитесь, тем быстрее вы получите. Обычно на первых порах кто-то действительно обогащается в финансовых пирамидах. Но за счет того, что рано или поздно количество людей закончится, либо просто организаторы это всего, либо откажутся выплачивать. Такое тоже возможно. В итоге получится, что те участники, которые чуть позже зашли, 100% останутся без денег. Последователи Мавроди продолжают безнаказанно дурить казахстанцев. За неполные два месяца этого года в стране зарегистрировано 4 факта создания финансовых пирамид. Шемкенцы за помощью в полицию не обращались. Пока. Но в нашем городе вполне комфортно себя чувствуют и не столь технологичные мошенники. Им не надо взламывать защищенные схемы. Можно работать по старинке на психологии. В текущем году за два месяца зарегистрировано 525 фактов мошенничества. Граждане города Шемкента просим вас быть бдительными и очень внимательными. Так как региструются факты интернет-мошенничества, обычно в руки мошенников попадаются студенты, пенсионеры и доверчивые граждане. Департамент полиции просит быть бдительным, известным спасать своих родственников и не попадаться в руки мошенников. Основной двигатель – жадность и иллюзия, что удастся вовремя соскочить. Своего клиента пирамидостроители находят. Активнее всего они работают в регионах. С финансовой грамотностью и зарплатами дела там обстоят хуже. Поэтому народ упускается во все тяжкие в надежде сорвать куш. Отъем денег у населения становится изощреннее год от года. На уловки мошенников многие попадаются даже не догадываясь о подвохе. На удочку злоумышленников клюют даже самые внимательные и осторожные люди. Наивные же для мошенников являются лакомой добычей. Защитить все, что нажито непосильным трудом, можно, если мыслить спокойно и логически. Своевременное обращение в правоохранительные органы может помочь другим людям не попасться на хитрые схемы злоумышленников.